Аптека для бережливых Аптека для бережливых Заботится о вас В Калининграде отремонтируют тротуары сразу на нескольких улицах, где в этом году появится новый асфальт и брусчатка Четвероногому Лаки нужна срочная помощь Неравнодушные калининградцы нашли на дороге умирающего пса Паспорт болельщика получат более двух миллионов человек FIFA обнаружили фальшивые сайты по продаже билетов А калининградские медики учат английский язык Наши корреспонденты подготовили самую актуальную информацию про подготовку к чемпионату В БФУ имени Канта открылась необычная выставка Ее авторы предлагают калининградцам не просто узнать о советском времени, но и почувствовать его Ну и главной теме В аэропорту Храброво снова задержали несколько рейсов На этот раз, по данным пресс-службы воздушной гавани, причиной стали туман и плохая видимость Из-за плохих метеоусловий калининградцы и гости города не смогли вовремя вылететь в Минск, Москву и Санкт-Петербург Кроме того, задержали и обратные вылеты по этим направлениям Но были и те пассажиры, которым и вовсе пришлось отправиться домой Три рейса в Москву, Санкт-Петербург и Берлин отменили Только ближе к вечеру, когда туман рассеялся и выглянуло солнце в воздух, поднялись первые самолеты Начиная с обеда у нас погодные условия улучшились значительно Аэропорт работает в штатном режиме, принимает рейсы по расписанию У задержанной рейсы также прибыли Руководство аэропорта приносит свои извинения за доставленные неудобства И просит пассажиров отнестись к ситуации с пониманием Ну а также советует следить за информацией вылетов и прилетов заранее на онлайн-табло на сайте аэропорта Адрес сейчас вы видите на своих экранах Кроме того, можно обратиться также в справочную службу по номеру телефона 300-300 Ну и к другим темам Стали известны улицы, на которых в этом году отремонтируют тротуары Как сообщили в городской администрации, генподрядчики уже готовы приступить к работе А мы в свою очередь предлагаем прямо сейчас вместе с нами открыть карту города, которая поможет узнать, где именно проведут реконструкции пешеходных зон Итак, в этом году отремонтируют тротуары около детской поликлиники по улице Садовой 7-13 Подрядчик приступит к работе, как только установится погода Также проведут реконструкции на участке улицы Нарская от улицы Горького до дома 112 И на Ленинском проспекте 2-8 А на улице Держинского кроме тротуаров обустроят еще и заездной карман для общественного транспорта у домов 126 и 128 в районе библиотеки имени Зиборова Братья наши меньшие снова нуждаются в помощи Пса Лаки обнаружили почти умирающим на дороге неравнодушные калининградцы Они же сообщили об этом волонтерам Сейчас Лаки находится в ветеринарной клинике О том, что случилось с четвероногим и какая помощь ему необходима, расскажет Алина Скидан К нам в редакцию она прислала видеообращение Это наш Лаки Раньше его звали Фунтиком Когда он попал к нам, женщина назвала его Фунтиком Но в один прекрасный момент, во время второй тяжелой операции Когда такая была ситуация очень критическая, ночью повезла его в клинику Решили, приняли решение с девочками назвать его Лаки Удача И мы надеемся, что удача Лаки улыбнулась Он перенес три операции Переливание крови Сейчас он такой лежит, а вообще он уже начинает передвигаться Он уже кушает, такой умничка у нас Его нашла, увидела женщина на краю дороги, возле какой-то шиномонтажки Работники сказали, что он уже лежит здесь, как бы угасая 10 дней Что с ним случилось, мы не знаем Он был бы с кусочка лапы, но уже пошло там изогнивание, некроз пошел Поэтому было принято апутировать всю его лапку Вот, это чудесный пес Он в дальнейшем будет искать дом Присмотритесь, может кто-то захочет это чудо себе взять После того, как он вылечится Он будет беспроблемно передвигаться на трех лапках Это не первое наше трехлапое такое животное Все животные находят свой дом Они очень верные, преданные Ну и если вы хотите помочь Лаки, вы можете связаться с волонтерами в группе ВКонтакте Адрес вы сейчас видите на своих экранах Или позвонив к нам в редакцию по номеру телефона 555-085 В регионе снова зафиксировали вспышку африканской чумы свиней На этот раз вирус найден на территории Багратионовского района Напомним, что ранее опасной инфекцией заразились дикие животные Гвардейского и Гурьевского районов Ну а других новостей о городе расскажем далее в рубрике Короткой строкой Партнер рубрики Короткой строкой Магазины финской одежды Сампа и Лухта 25-летние калининградки Надежде Колоктионовой доставили дорогостоящее лекарство Напомним, ранее в интернете появилась петиция в поддержку девушки Ее подписали более 6 тысяч человек Надежде диагностировали редкое генетическое заболевание Сейчас она находится в реанимации Внимание автомобилистов! 23 февраля на центральных улицах города будет ограничено движение Так, с 10.30 до 12.00 и с 19.30 до 22.00 будет перекрыта часть Гвардейского проспекта и улицы Румянцева При этом общественный транспорт пустят по Ленинскому проспекту Тем временем на улице Театральной капитально отремонтируют фасады двух домов По данным правительства, на это из областного и городского бюджетов выделят порядка 40 миллионов рублей При этом, как будут выглядеть обновленные здания, пока неизвестно, добавили ведомстве Калининградская область попала в рейтинг с самым высоким качеством жизни Рейтинг составило известное агентство Согласно его данным, из 10 мест наш регион занял последнее В список также вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская, Воронежская и Липецкая области А также Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ Первый городской продолжает набор школы телеведущих Если ты хочешь попробовать себя в роли ведущего новостей и узнать, как работают журналисты И создаются реалити-шоу и даже научиться делать телевизионный макияж Тогда записывайся прямо сейчас по телефону 92 10 32 Стоимость обучения 7 тысяч рублей, торопитесь, количество мест ограничено Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды, сампа и лухта Первый городской продолжает следить за социальными сетями первых лиц города и области Директор национального парка Куршская коса Анатолий Калина На своей странице в фейсбук поделился фотографиями новой смотровой площадки на дюне Эфа В посте Анатолий Анатольевич рассказал, площадка готова почти на 95% Кстати, на ней одновременно смогут находиться до 30 человек Также в национальном парке расширят деревянные дорожки и заменят информационные щиты Проектор с диафильмами, радиоприемник, альбомы с фотографиями, значки и игрушки В БФУ имени Канта открылась выставка, посвященная вещам, так знакомым нам с детства Автор необычного проекта предлагает окунуться в атмосферу советского прошлого И с помощью современной музыки из радиоприемника, а также известного многим ароматом духов Красная Москва Наш корреспондент Оксана Тиванова одна из первых побывала на выставке и готова рассказать о своих эмоциях в селфи-репортаже Всем привет! Мы находимся на территории Балтийского федерального университета имени Канта Давайте посмотрим, что же здесь находится Какие интересные экспонаты куклы Что же у нас еще здесь есть? Солдатики В моем детстве таких не было, к сожалению Даже швейная машинка есть Есть фотоаппараты, интересно На айфоне, наверное, получше снимают Легендарное радио, которое было только у самых крутых парней Советского Союза Они клали его на плечо и ходили по району, привлекая внимание девушек Мы только что вернулись с выставки Музея Советского Детства в главном корпусе А у вас есть тоже что посмотреть, так? Да, собственно, с нашего центра и началась эта выставка То есть у нас проект Музей Советского Детства Здесь у нас Центр социально-гументарной информатики Куда, собственно, сотрудники и калининградцы приносят различные вещи Вот, посмотрите, например, действующий бобильный магнитофон Работает, да, вот здесь у нас проигрыватель Радио То есть приносят все, что связано с детством И самое интересное, что все это работает Что дети собирали, это марки Что они читали Здесь у нас тоже выставочный шкаф Знаете, что это такое? Это диафильмы, тоже все работает Вот, кстати, тоже Это запахи детства, как пахла бабушка Духи красные в Москве Солдатики, да, игрушки Это, собственно, и для тех, кто жил в то время Кто ностальгирует, вспоминает свое детство Хочет потрогать, пообщаться И для тех, кто не жил, у которых вот какое-то мифологическое восприятие того времени Самое главное, вот считаем, наша такая вот особенность музея Что с каждой вещью связана какая-то история Если вы хотите, чтобы ваши вещи вошли в историю То приносите их по адресу Чернышевскую 56А В аудиторию 35 Ну и это еще не самые интересные новости И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска Паспорт болельщика получат более 2 миллионов человек FIFA обнаружили фальшивые сайты по продаже билетов Ну а калининградские медики учат английский язык Наши корреспонденты подготовили самую актуальную информацию Про подготовку к чемпионату В мире отмечает День Святого Валентина Гости и жители города поздравили своих близких и родных В эфире Первого городского Ну а теперь полезная информация от наших партнеров Не переключайтесь, реклама пройдет быстро Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем В Калининграде разыскивают водителя, который по предварительным данным сбил человека ДТП произошло в 8 часов 35 минут 13 февраля на Советском проспекте По данным очевидцев водитель Мерседес сбил женщину на остановке и скрылся Калининградка получила ушиб грудной клетки Ну а о других новостях с места происшествия расскажем далее Появились кадры задержания вооруженного мужчины, который по оперативным данным во время ссоры порезал ножом горло знакомому на улице Я совершил ножом порезал Ударили ножом сюда Что это за нож? Бойный, который на ферме работает Что вы данным ножом совершили? Порезал его Случайными свидетелями конфликта стали школьники Они оттащили раненого на дорогу и вызвали скорую Подозреваемого задержали сотрудники ДПС, которые находились неподалеку от места происшествия В сети появилось еще одно видео, на этот раз аварии, которая произошла накануне на площади Победы На кадрах видно, как водитель синего минивэна не справляется с управлением Его машина задела несколько легковушек Образовалась пробка Все временем на границе задержали Калининградку, которая пыталась провести в Литву партию контрабандных сигарет Во время досмотра пограничники обнаружили в ее автомобиле почти две тысячи с половиной пачки без акцизных марок Товар изъяли, проводится проверка О том, какие скандалы и аварии произошли на дорогах в городе и области На выходных узнаем прямо сейчас из очередной видео подборки Все, внимание на экран Только водитель этого авто планировал повернуть, как в него врезала сзади идущая иномарка, говорят очевидцы Кстати, по их мнению, всему виной не включены поворотники На кадрах видно, как одна из машин задымилась от удара, пострадавших нет А водитель этой Ауди поворотники показал, правда, уже после того, как повернул Столкновение удалось избежать только благодаря реакции другого водителя, утверждают очевидцы А этот водитель правила дорожного движения вовсе не нарушал, говорят очевидцы Однако озадачил многих Из глушителя долгое время шел странный дым Как рассказывают свидетели, автовладельцу они не раз сигналили и просили обратить на это внимание Но мужчина не останавливался, наверное, согревался Зима, ведь пишут пользователи в комментариях Ну и если вы стали очевидцем происшествия на дороге, снимайте видео на регистраторе или любые мобильные устройства И присылайте ваши кадры к нам в группу ВКонтакте Адрес вы сейчас видите на своих экранах Ну а сейчас пришло время для новостей из мира экономики и бизнеса С ними вас познакомит моя коллега Кристина Булыцына Партнер рубрики «Бизнес новости» строительная компания ТМК Калининград Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Здравствуйте, начнем с новостей от наших соседей Городских бездомных Гданьска обеспечит работой По данным местных СМИ, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут работать на парковке Весь полученный доход будет идти на благоустройство ночлега, в котором они и проживают И к другим темам глава МИД Нидерландов подал отставку из-за того, что солгала встречи с Путиным Об этом пишет ТАСС, по их данным, чиновник признался, что совершил самую большую ошибку Заявив, что в 2006 году Владимир Владимирович якобы озвучил свои намерения о создании Великой России В которую должны войти Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и Казахстан Оказалось, что на этой встрече его даже не было И к новостям региона, в этом году на содержание детских и спортивных площадок в Калининграде потратят на 1 миллион больше, чем в том году Такая информация появилась на портале госзакупок Увеличение связано с большим количеством новых площадок, а также различным техническим заданием и сложностью работ Тем временем на строительство двух школ в городе выделили более полутора миллиардов рублей Согласно данным Пресс-службы областного правительства, новую школу построят на улицах Аксакова и Артиллерийской Напомним, школа на Аксакова станет самой большой в регионе В одну смену там смогут учиться более 1700 учеников Бастион Грольман в Калининграде арендовали на 49 лет с ежегодной платой в 1 рубль Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок Бастион сдают для проведения работ по сохранению объекта После их завершения назначение здания уточнят в соответствии с утвержденной проектной документацией Алексей, и на этом у меня все Я знаю, у вас есть еще полезная информация, передаю вам слово Партнер рубрики «Бизнес новости» строительная компания «ТМК Калининград» Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Спасибо, Кристина, все верно, сейчас я предлагаю ознакомиться с курсами валют на завтра Курсы валют на 15 февраля Доллар США 57,58 рубля Евро 71,23 рубля Польские злоты 17,08 рубля Во время мундиаля в Калининграде появится центр полицейского сотрудничества В него войдут представители правопорядка всех стран, которые участвуют в чемпионате О других не менее интересных спортивных новостях расскажем далее в рубрике «Дневники чемпионата» На получение паспорта болельщика подано более 150 тысяч заявок Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров Всего планируется выдать до 2 миллионов документов К слову, он добавил, что телетрансляции матчей пройдут в ультравысокой точности А в это время FIFA обнаружили 250 фальшивых сайтов, продающих билеты на игры Об этом пишет российская газета По данным СМИ, эти сайты занимаются незаконным сбором данных пользователей Если информация об обмане болельщиков подтвердится, то ресурсы цитата «скроют от пользователей в досудебном порядке» В Калининграде к чемпионату создадут колл-центр диспетчерами, говорящими на английском и французском языках Об этом сообщает глава регионального Минздрава Александр Кравченко По его словам, 60 человек из числа всего медперсонала уже прошли обучение и тестирование Еще одна группа будет учить иностранный язык в ближайшее время Еще одна новость от министра здравоохранения Кравченко не исключил эпидемию гриппа в регионе во время проведения матча в Мундиале Такая ситуация может возникнуть из-за наплыва болельщиков По его словам, часть из них приедет из стран, где в это время будет холодно Не исключенный риск заражения инфекционными заболеваниями В преддверии дня всех влюбленных Роскачество назвало лучшее приложение для онлайн-знакомств Ими стали Баду и Мамба Решающими критериями стали информативность анкета, а также безопасность, в свою очередь Мы решили узнать, каким способом телезрители Первого Городского предпочитают знакомиться Для этого предлагаем вам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах Предварительно выбрав вариант ответа Итак, вариант номер один в интернете, в частности в соцсетях Номер два в общественных местах, например в кафе или кино Или же вариант номер три на улице Результаты опроса мы озвучим уже завтра в службе новостей Город в 20.18 Ну и сейчас я предлагаю посмотреть, как гости и жители города поздравляли своих любимых и близких в День Святого Валентина Спонсор рубрики «Хорошие новости» – магазин для творчества «Ультрамарин» В последнюю неделю самая приятная новость, что наши олимпийцы выиграли, взяли серебро, очень рады за них Ну и сегодня Валентинов день, я вас поздравляю с праздником Я еду отдыхать В русский Нинкай Здорово, поздравляем, возьмем Святого Валентина и дарим вам такой подарочек Спасибо, писать любовные письма Живем размеренной жизнью, нет ничего такого, ну, шибак Пенсионеры, что, какие у нас могут быть особые события Знаете, я выспалась, это очень хорошее Это здорово? Да, да Поздравляем вас с днем с того вечера Спасибо большое Светить много всего хорошего, погода замечательная, вот, дело к весне, это тоже очень хорошо Меня с утра поздравляют, мне так весело и приятно, да Схожу, получаю удовольствие от того, что вижу Счастливых людей, хорошую погоду, вообще все замечательно, я всем желаю счастья Спонсор рубрики «Хорошие новости» Магазин для творчества «Ультрамарин» Чтобы ваш питомец приносил только положительные эмоции, а вы испытывали за него гордость, его нужно воспитывать правильно и с самого детства, уверены специалисты Наш следующий сюжет расскажет о том, как помочь собаке стать вам настоящим другом Все, внимание на экран Партнер рубрики «Зоожизнь» сеть зоомаркетов «Лапки» По статистике, около 60% россиян имеют домашних питомцев и около 30% из них это собаки Они живут с нами бок о бок уже более 30 тысяч лет Это мягкие, пушистые лапки много раз спасали нас от жизненных невзгод, поэтому настало время позаботиться и о них Вы можете сделать очень многое, чтобы ваш домашний любимец оставался в хорошем расположении духа и был готов к любым приключениям Еще совсем недавно даже с ведущей в кинологии люди, услышав слово «хендлинг», спрашивали, а что это такое? Интересно, что профессия хендлер существует с тех самых пор, когда люди начали проводить выставки собак А именно с 1859 года, когда в английском городе Ньюкасл состоялась самая первая в мире выставка собак Положившее начало искусству показа собак на выставках с целью скрыть недостатки собаки, выделить достоинства и победить Однако хендлинг – это не только искусство показывать собак на выставках, но и умение правильно ухаживать и адаптировать, и социализировать свою собаку В последнее время в странах Европы и Соединенных Штатах к воспитанию и дрессировке собак подходят все более ответственно Серьезное отношение к домашним животным сейчас набирает обороты и в России О том, как приспособить своего четвероногого любимца к изменяющейся городской среде и помочь ему вырасти здоровой и счастливой собакой Нам рассказали на занятиях группы подготовки щенков «Хэппи Паппи» «Хэппи Паппи» в нашем понимании – это первая ступень системы целенаправленного выращивания щенка В нашу группу принимаются щенки от 3 до 9 месяцев И для них разработана программа из 10 занятий, каждая из которых не похожа на другое Они тут вырастают, они получают положительный опыт, они становятся уверенными в себе, не агрессивными Кроме того, мы работаем не только с собаками, мы работаем по многому с владельцами Особенно с теми, у которых это первое животное Наша задача – адаптировать и социализировать щенков Мы следим за формированием мышечного каркаса щенка Мы даем ему различные аудио-видео-сенсорные раздражители Таким образом, расширяя опыт ребенка, в смысле собачьего Чтобы у него был опыт соприкосновения с гладкой поверхностью Поднимающейся, опускающейся, дрожащей под ногами, шуршащей, вибрирующей Чтобы шумы, резкие звуки, изменяющиеся предметы не пугали собаку И в общем, наши 10 занятий рассчитаны как раз на то, чтобы предоставить ему эту изменяющуюся среду Показать, что другие люди тоже хорошие Что то, что у тебя находится под ногами, это не страшно Каждая собака – яркая индивидуальность Работа каждого отдельного хендлера неповторима, как работа художника Подобные тренировки по док-фитнесу помогают социализировать и сформировать уверенную в себе собаку Доставляющие своему владельцу только радость А иногда братьям нашим меньшим приятно просто пообщаться с себе подобными в комфортной и безопасной обстановке Партнер рубрики «Зоожизнь» сеть зоомаркетов «Лапки» Ну и по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды на четверг В Калининграде 15 февраля минус 1 Облачно 16 февраля плюс 2 Снег 17 февраля плюс 2 В Гданске 15 февраля 0 Облачно 16 февраля плюс 4 Облачно 17 февраля плюс 4 Облачно В Вильнюсе 15 февраля минус 6 Облачно 16 февраля минус 2 Снег 17 февраля плюс 2 Снег И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 В студии работал Алексей Колодкин и до встречи на Первом городском Генеральный партнер службы новостей «Город» сеть аптек «Аптека для бережливых» Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых заботится о вас Субтитры создавал DimaTorzok